всем привет я снова на кухне у меня приподнятое настроение это говорит о том что у нас конец эксперимента проживи на один мрот и я сам шоке от тех результатов которые у нас получились мы уложили спиджет который был озвучен в первом видео вы хотите наверно знать все результаты сколько чего у нас ушло на протяжении этого месяца поэтому смотрите это видео до конца будет очень интересно напомню нас два взрослых человека кошка и собака в первом видео я рассказывал что мы кошку вышли из учета собака питалась нашей общей продуктовой корзине хотите наверное знать сколько же денег у нас осталось достаточно посмотрим сколько вообще было потрачено за целый месяц я могу насчитать дюжину похожих магазин когда вы вышли именно так сказать с пакетом еды домой ходили мы магазины которые находятся в непосредственно близости от дома и только один раз я ездил в магазин автомобиля чтобы затариться попробовать на неделю кого каково это я выписал все траты меня получилось порядка 15 записи на некоторые дни просто дважды ходил магазин а некоторые были совсем не существенны до копеечки все посчитал посмотрим что получилось получилось около дюжины походов магазин за месяц сейчас где-то появится список с датами магазинами сколько тратилось поход магазин подразумевал что это выйти с пакетом и более в принципе все магазины мы ходили около дома в шаговой доступности только один раз во время эксперимента я выехал так чтобы купить продуктов на неделю вперед посмотреть что из этого выйдет но если подбить все траты мы видим что получилось чуть больше 12 тысяч 400 рублей и того у нас осталось две с половиной тысячи рублей в рамках нашего эксперимента две с половиной тысячи рублей пересчитать на дни это еще пять семь дней можно было спокойно на них прожить но имеется ввиду пропитаться потому что все равно спустя месяц нам приходят новые платежки нужно платить за квартиру за свет за газ за воду в общем за все ну на следующий месяц грубо говоря появляется еще один который можно тратить на человека но чтобы не быть пустословом посмотрите еще последний поход магазин который состоялся 11 февраля смотрим что у нас получилось покупочками бананы практически доели пачку яиц да и что пара огурчиков металка прокомментирую по поводу масла правительство которое обещало во главе с путиным и мишустиным или как и у этого михаила удержать цены на масло и посмотрели бы на прилавке там столько говна просто выложено откровенного мутных бутылках якобы удерживая цену на масло меньше 100 рублей это мрак который просто утилизировать надо сжечь стопить на тэс день генератора потому что нормально масло как целого полтора доллара так в принципе продолжает стоить нет помидоры традиционные йогурты ботон чай мармеладки и и и пачка сходов это в принципе все вот поход верный на 852 рубля 12 февраля у нас закончился эксперимент а 13 февраля отправились в ленту чтобы пополнить запасы перед приездом гостей на следующий день праздник после окончания эксперимента и похода в ленту я хочу сделать некие подытоги мы с супругой договорились то что будем ходить в магазины около дома покупать товары которые будут по некой акции тянутость и заранее определять что нам нужно на ближайшие 3-5 дней не брать лишнего мы этой стратегии придерживались исследовали при этом договорились не посещать никаких лент и гипермаркетов и это было одно из наших правильных решений 13 февраля в ленте цены были выше на 15-60 процентов чем в близлежащих около нашего дома магазина ну и зову нескольких примеров огурцы мы покупали по цене 150-170 рублей в ленте они стоили больше 200 помидоры тепличные там скажем таки ну невкусные они стоят около 140 рублей около дома вкусные помидоры стоят 200 рублей именно ароматные макинские из израиля привезенные в ленте вкусные помидоры стоят 300 рублей бананы кстати в ленте не нашли но другой сделаю пример реклама на меня и до сих пор идет думаю то что я голодаю прям жестко и сбербанк сбермаркет предлагает а купите через нас да это будет даже дешевле чем магазине и показывает цену на бананы 96 рублей перечеркиваем за 89 мы доставляем вам домой про бананы я скажу следующее они нужно завести правило то должны стоить не доль не дороже одного доллара на доллар у нас стоит 73 рубля а бананы мы покупали в среднем по цене 63 65 рублей так что сбербанк со своим предложением на по бананам идет лесом хлеб хлеб около дома мы покупали по цене от 25 до 50 рублей за буканочку и батоны тоже стоили от 30 до 45 рублей я увидел круглых дарвенский хлеб в ленте который стоит 80 рублей это был обычный там каравай по моему хлебопикатный завод цена на хлеб меня честно говоря поразила в следующий раз подумайте о том куда пойти в магазин где вы останетесь денег больше при одинаковых корзине продуктовой за месяц мы не изменили свои привычки по еде мы питались в принципе теми же самыми блюдами которые изо дня в день изо месяца в месяц года в год прижились на нашей кухне нашей семье и изменение бюджета следование бюджета которым мы шли они только привело к тому что мы корректировали что сегодня мы берем это завтра берем то потому что на это соответственно цена чуть ниже на это цена чуть выше мы отказались от ряда продуктов что хочется выделить это печенье это сладкое шоколад конфеты и быстрые углеводы которые не совсем полезны они насыщают кратковременно но на долгой дистанции не работает мы отказались от твердых сыров колбас твердых из холодного копчения мяса рыбы вот если только вспомнить у нас рыбка была на старый новый год дорогие продукты мы убрали из обиходов при этом у нас спокойно сохранились овощи фрукты как мы их ели количество покупали такое же она у нас и было на протяжении месяца нам было достаточно денег чтобы их приобрести конечно мы не покупали дорогие перри фрукты но убрали те же самые апельсины мандарины и яблоки которые стоят но доступный денег цена где-то начинается от 80 до 150 рублей на теперь про здоровье я себя чувствую великолепно просто прекрасно ничего со мной не произошло не изменилось сплю хорошо даже если вы помните второе видео где жаловался что мне по утрам хочется кушать это была какая-то кратковременная акция моего организма привык и я себя ощущаю в принципе как и до этого все классно и даже вы наверно вспомните а ты же взвешивался первым видео что с тобой стало насколько ты похудел посмотрим видео второе на календаре 12 февраля у нас эксперимент подходит концу вернулся после работы на что посмотрим мои изменения и что семьдесят пять и четыре килограмма и как вы думаете насколько я похудел всего на 400 грамм меньше чем на пол кило за месяц питаясь на один мрот не меня никаких привычек то есть каких-то кардинальных изменений со мной не произошло все прекрасно но и главный вывод жить на один мрот можно при этом будете питаться разнообразно сытно вкусно и чувствовать себя хорошо не ломая себя не переступая тут вопрос только подходе как сформировать свое меню если в интернетах увидите что кто-то плачет говорит как плохо что на один мрот не прожить и что это совершенно недостаточная сумма знаете это человек врёт он даже не попытался посчитать сколько нужно денег чтобы прожить этот месяц можете смело кидаться ссылкой на эти видео что здесь выложена достоверная информация пока шел эксперимент я видел прочитал статью про женщина которая живет с семью детьми на 50 тысяч рублей в месяц но этот эксперимент совершенно другого уровня им гораздо тяжелее чем взрослому человеку прожить на один мрот прожил бы я еще один месяц на один мрот да спокойно мне ничего не составляет сложного повторить этот эксперимент но а вам всем желаю будьте здоровы и живите богато и один раз пусть остается экспериментом они обыденности в жизни до новых встреч пока и и и и и и и так